Всем привет! С вами Быкова Юля, и сегодня мы с вами поговорим о стилях в дизайне интерьера, а именно о стиле минимализм. Пример минимализма сейчас вы можете видеть на своих экранах. Сегодня мы с вами разберем особенности этого стиля, как сделать пространство в стиле минимализм и как отличить минимализм от современного стиля. Минимализм это не только стиль дизайна интерьера, но и философия по жизни, отражающая умеренность и свобода. В минимализме не применяются классические приемы оформления и декораций, он живет абсолютно под другим законам. Минимализм это не значит мало мебели. Минимализм это когда все продумано до мелочей, а мебель визуально абсолютно не читается. Пример минимализма, где особенно не читается мебель, сейчас вы можете видеть на своих экранах. То есть мебель как будто бы элементы, которые стоят у нас в пространстве и не ощущаются как что-то тяжелое, как что-то функциональное. Хотя на самом деле это полноценный диван и полноценный пуф. Особенности стиля минимализм. Это преобладание функции над декоративностью и количеством, а точнее даже отсутствием декоративности. Простота форм и строгость линий. Пример сейчас мы с вами рассмотрим. На ваших экранах с левой стороны мы можем видеть, что здесь присутствует, кстати говоря, довольно ограниченная цветовая палитра. И все элементы, которые мы можем видеть, у нас довольно геометричные. То есть это прямые линии без каких-либо интересных фигурных, может быть даже природных мотивов. Абсолютно геометричное все пространство. И с правой стороны тоже. Геометрия может быть более сглаженной. Либо это круг, либо это прямые четкие линии. Следующая особенность это много свободного пространства. Без воздуха минимализм создать не удастся. Здесь, конечно, играет роль и размер пространства, которое изначально вам было дано. Но если это такие большие пространства, например, как с левой стороны вы видите на картинке, или с правой стороны, это здорово. И здесь у нас удается создать воздух, даже если у нас присутствуют, например, какие-то крупные темные оттенки. Но если даже у нас пространство совсем небольшое, у нас просто немножко более сложная задача. Нам нужно создать воздух и в этом случае. Потому что без воздуха минимализма просто не получится. Следующая особенность это дорогие материалы лучшего качества. Поскольку у нас нет ничего декоративного, самим декором можно воспринимать элементы, которые присутствуют в пространстве. То есть, если это дерево, лучше, чтобы это был именно шпон. Если даже это не шпон, а, например, эко-шпон на фасадах мебели, которые у нас присутствуют в интерьере, то он должен быть самого высшего качества. Следующий момент это зонирование. Без зонирования удачного не получится сделать минимализм, так как должно быть продумано все, до каждой детали, где что должно располагаться, где какая зона, как это будет использоваться, чтобы не было какого-либо визуального шума. Размещение шкафов в нишах и закрытые системы хранения. Для того, чтобы не было того же самого визуального шума, для того, чтобы у нас удалось создать стиль минимализм, нам нужно продумать, опять же, где будет храниться огромное количество деталей, элементов, которые требуются человеку для жизни, чтобы ничего абсолютно не лежало на видных местах, ничего такого, за что мог зацепиться взгляд, и у нас всегда был визуальный порядок, и не было ничего лишнего на видимых местах. Вот пример вы можете сейчас видеть на своих экранах. Здесь у нас прямо над камином, например, изображены элементы, напоминающие систему хранения. Возможно, там не все является системой хранения, но что-то да и есть, может быть, сверху. Что касается кухни, тоже абсолютно все элементы у нас там спрятаны. Видимо, только техника. Следующая особенность – это многофункциональность современной мебели. То есть, многофункциональность и современность мебели. То есть, если мы с вами применяем какую-либо мебель, она должна быть максимально современной и, конечно же, многофункциональной. Для того, чтобы было меньшее количество элементов в вашем пространстве, нужно, чтобы один элемент выполнял как можно большее количество функций. И, конечно, система хранения Вот, например, смотря на шкаф слева, мы сразу понимаем, что это минимализм Потому что у него фактически даже отсутствует цоколь Он у нас прикрыт, и для того, чтобы минимализм у нас действительно получился Цоколь там все-таки есть, он просто закрыт фасадами Вот такой вот интересный прием И это действительно кажется более геометричной фигурой, более упрощенной И больше подходит для стиля минимализма Ну и с правой стороны мы можем тоже видеть интерьер, в котором абсолютно нет ничего лишнего И особенности минимализма Кроме того, это отсутствие узоров, других элементов декора В минимализме вы никогда не увидите чего-то декоративного, того, у чего нет функции Геометричность форм, симметричность, четкие пропорциональные линии Применение монохромной цветовой гаммы или использование не более двух-трех оттенков одновременно Это, как правило, белый, серый, оттенки бежевого Ну и, например, дерево мы можем тоже воспринимать как оттенок бежевого цвета Вот пример мы с вами можем рассмотреть То есть есть у нас белый оттенок стен Присутствует и не только стен, присутствует серый На полу и где у нас диван, собственно, диван тоже серой ткани И присутствует бежевый оттенок, как текстура дерева Еще очень важно, что текстура дерева у нас одного вида То есть нет какого-то большого количества текстур дерева разных оттенков То есть оно у нас в одном единственном варианте Большие окна Ну здесь, конечно, не всегда мы можем повлиять Если у нас частный дом, мы что-то можем еще изменить, возможно А если у нас квартира, то с окнами мы ничего поделать не можем Но важно знать, что для минимализма очень хорошо подходят квартиры с огромными окнами Ну чем больше окно, тем лучше для минимализма И скрытые источники света Чем более скрытый будет элемент, тем меньше у нас будет визуального шума Логично, да, то есть свет это красиво И он нам, конечно же, необходим в любом пространстве Но если он будет скрыт, минимализм от этого только выиграет Использование нейтральной цветовой палитры То есть здесь у нас нет каких-либо очень ярких оттенков обычно То есть это такая приглушенная цветовая гамма Оттенки серого, оттенки бежевого Может быть интегрирован черный, как на этой картинке И еще более сдержанная цветовая гамма Здесь у нас фактически все в оттенках белого Растяжка от белого до молочного Природные материалы и оттенки Конечно, если мы с вами говорим о дорогих материалах Прежде всего мы имеем в виду именно природные материалы Потому что, как правило, именно они являются дорогими Особенно если отделка хорошая И либо это натуральное дерево, например, если мы говорим о дереве Либо это может быть шпон Либо это может быть какой-то интересный вариант Допустим, да, заменяющий Но ни в коем случае он не должен выглядеть дешево И, конечно, натуральные цвета должны присутствовать в минимализме То есть каких-то кислотных оттенков, очень ярких оттенков Минимализм не очень понимает В основном Хотя, конечно, видеоинтерьеры, в которых здорово смотрится и один яркий оттенок Но это очень редко Цвета Это белый, серый, беж и черный И вот здесь мы тоже можем видеть То есть преимущественно серый оттенок Совсем немного черного и много белого Для того, чтобы создать воздух Опять же, зеркала Которые позволяют нам расширить пространство И добавить еще больше воздуха в него Предметы у нас в минимализме Как будто литые, геометричные Сделаны из одного материала То есть если мы смотрим на этот элемент Возможно, даже прищурившись Кажется, что этот элемент как будто бы создан из одного материала Даже если это абсолютно не так То есть должно чувствоваться такое ощущение Если вы, смотря на каждый предмет в интерьере Понимаете, что как будто бы он сделан из чего-то одного То, возможно, перед вами именно минимализм Для отделки в минимализме подойдет широкоформатный керамогранит Микроцемент, натуральное дерево 3D-панели, конечно, не все Но есть некоторые 3D-панели, которые очень классно интегрируются Опять же, вспоминаем про геометрию, про симметричность И матовая краска Пример на ваших экранах прямо сейчас Здесь вот колонны у нас отделаны микроцементом Присутствует дерево, присутствует белая матовая краска Отличия от современного стиля На самом деле довольно непросто иногда бывает новичку отличить Чем же современный стиль отличается от минимализма Так вот, в минимализме на один предмет, как правило, делается один цвет и одна текстура По крайней мере, есть к этому стремление Если даже технически это невозможно, то создается такой эффект Еще в минимализме более сдержанная цветовая палитра И абсолютное отсутствие декоративности Действительно, минимализм декоративности у нас абсолютно не любят И если в современном стиле могут быть какие-то яркие, может быть, приглашенные тона Через серые оттенки, какие-то сложные, интересные вариации цвета Сочетания различные, креативные То в минимализме очень сдержанная цветовая палитра, как правило Как сделать пространство в стиле минимализм? Уберите перегородки, если это, конечно, возможно технически И если это согласуемо, чтобы комнаты были просторнее Или добавьте проемы, если нет возможности, например, убрать перегородки Но есть возможность добавить проем Минимализм сделает просторнее абсолютно любое помещение И маленькую квартиру, и большой дом Он для любителей воздуха, для любителей большого пространства В таком пространстве комфортно жить, поскольку лишние детали и картинки не перегружают мозг Это, конечно, на любителя То есть есть люди, которые любят, чтобы было огромное количество декоративности Но вот такая особенность есть в минимализме Важная продуманная система хранения Тоже очень важный элемент Без нее, без этой детали минимализм у вас точно не выйдет То есть для начала мы создаем грамотное планировочное решение Грамотное планирование пространства Думаем о том, где будет иметь место каждый элемент, который нужен нашим заказчикам То есть это очень индивидуальный должен быть подход для того, чтобы создать минимализм И потом уже можем приступить к визуальной составляющей Кроме хорошего дневного освещения должен быть качественный искусственный свет Бра, трековые системы, светодиодные ленты, накладные точечные светильники А также подвесные светильники довольно лаконичных форм и, конечно же, торшеры Вот пример света, который может присутствовать в интерьере в стиле минимализма Вот, например, подвесной светильник над столом, над конкретной зоной То есть подчеркивается зонирование пространства Давайте подведем итоги Минимализм – это когда абсолютно все продумано до мелочей Это простота и лаконичность форм, природные оттенки и материалы Квартира в стиле минимализм, ну или даже дом – это образец порядка Потому что здесь важна продуманная система хранения Ну а с вами была Быкова Юлия Надеюсь, урок был вам полезен Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok